Ктуба Документ описан подробно в Талмуде, но подписывает его и вносит в него конкретные имена, и подписи свидетелей, и самого жениха тоже иногда. В документе описан порядок жизни в самых общих чертах, намеками, скажем так, и обязанности мужа в отношении к жене. Как в человеческом плане, так и в финансовом плане. Но все это, нужно сказать, хорошо, и отсюда ваши вопросы возникли. Но все это, как я сказал, в общем-то, увязано и связано с нормативной еврейской жизнью. Семейная пара, которая не живет нормативной еврейской жизнью, по еврейским законам. Безусловно, документ подписан надо выполнять. Но если это не в контексте еврейской жизни, то зачастую этот документ может стать и становится иногда способом, что называется, качать деньги. Или, наоборот, отказывать жене в ее обязанности к ней, по отношению к ней. Или, наоборот, она вытягивает деньги и еще всякие вещи из своего мужа. Или он способ ему как-то ограничивать ее жизнь. Или способ ее ограничивать его жизнь. Не серьезно все. И ваши вопросы, не обижайтесь, не очень серьезно. Посмотрите сами. Вот вы спрашиваете. По каким причинам муж может не обеспечивать жену, когда она находится в другом городе? Давайте задумаемся. Я ведь не знаю, о чем будет течь. По какой причине жена находится в другом городе? Почему нужно говорить про обеспечивать, если она в другом городе? Если она, его жена, она должна быть с ним. Если она уехала в командировку по его согласию, это одно дело. А если нет, почему он должен ее обеспечивать? Или, может быть, он сбежал куда-то или поехал тоже в командировку с ее ведомой разрешением, живет в другом городе. Конечно, тогда она живет в их доме. Допустим, есть дети, и все, она живет в доме. Конечно, он должен обеспечивать. Но если из контекста, что она уехала в другой город, почему он должен обеспечивать, если он не дал на это согласие? А если дал согласие, то все хорошо. Но это не нормальная жизнь. Теперь вы тут же спрашиваете опять, что решение какое-то, неважно о чем, было принято раввином, без обсуждения с собой и супругом. Как правило, такого не бывает. Как правило. Поэтому это странно, что произошло. Например, может быть так, что одна из сторон, сейчас не важно, кто мужчина или женщина, муж или жена, это не имеет значения. Они хотят что-то обсудить с раввином. Одна сторона. И раввин предлагает привести, конечно, вторую сторону. Ее или его, в зависимости от чем идет речь. А другая сторона не хочет идти к нему. Тогда, после каких-то усилий, потому что привести все-таки вторую половину, раввин может, конечно, с ним поговорить. Например, чтобы дать какой-то дельный совет, чтобы что-то обсудить. Но выносить решение очень непросто. Тоже можно, если есть предупреждение о том, что надо прийти, и другая сторона злостно не приходит. Тогда можно вынести тоже кое-какие решения. Не все, но кое-какие можно вынести. Видите, как неоднозначно. Нет ответа на такой вопрос, который вы задали. Теперь дальше вы пишете, на ком из родителей по закону лежит обязанность содержания и воспитания ребенка. Ну, до совершеннолетия. Зависит от того, мальчик или девочка. Зависит от того, какой возраст. Совершенно одно дело, трехлетний ребенок, другое дело, двенадцатилетний ребенок. Зависит от того, кто живет по-еврейски. Одно дело, когда оба родителя живут по-еврейски и развелись. И другое дело, когда один из родителей не живет по-еврейски. Тогда жизнь ребенка с ним приводит к разрушению души ребенка. С еврейской точки зрения, я сейчас не говорю о гражданских законах и так далее. Тоже, видите, неоднозначный все. Это непросто. Этим должен заниматься раввинский суд. Тоже нормальный, нормативный суд, который имеет опыт, который имеет умных людей в числе судей и так далее. Вы спрашиваете, есть ли обязанность жены устроиться на работу? В контексте видно, что если она за детьми смотрит и оплачивает их жизнь. Есть ли обязанность устроиться на работу? Если речь идет о разводе, она самостоятельный человек, она, если не имеет источников дохода, она должна работать. Иначе, как же она детей будет воспитывать и кормить и так далее. Если речь идет о том, что нет развода, мы возвращаемся к первому тогда в контексте вашего текста здесь, ваши вопросы. Жена живет в другом городе, значит, видимо, с детьми уже может быть. А он в другом городе, он все равно и оплачивает все в другом городе, смотря почему она там оказалась. Если она сама без всякого ведома и разрешения Равинского суда уехала в другой город, она же имеет право это делать. Но только он не обязан оплачивать ей, так сказать, ее похождения, возьмем так. Возможно, причина очень серьезная у нее. Возможно, у какой-то злодей. Например, я тут не говорю о чем-то, некий муж злодей, полно таких бывает. Когда женщина-злодейка, полно таких бывает, то вот муж кода злодей, жить с ним невозможно. Она уехала к своим родителям, в другой город, может быть, в другой континент, в другую страну, но она еще не развелась с ней. Должен она ее кормить или нет? Что с детьми? Кто с детьми? Она должна работать для этого или нет, или на его деньги, или не на его деньги? И так далее. Это вопросы, которые для этого и существуют в Равинском суде. Только в Равинском суде можно это все обсуждать. И поскольку версии любые возможны, правдивые, нет, тоже суд должен установить. Ситуации любые возможны, положение экономическое любое возможно. Только так, да уровень еврейской жизни любой может быть. Только все это вместе может каким-то разумным выводом приводить. Это совершенно нет никакого тут алгоритма, как нужно поступать. Вот закладываешь данные, получаешь ответ. Нет, совершенно нет. Мне не нравится, я тут чувствую, хотя вы нигде это прямо не написали, но я чувствую, что здесь может быть некое демагогическое рассуждение, усилие и прочее. Вокруг, мы даже скажем, болтовня в каких-то кругах, вокруг того, что такое ктуба, это вот документ о браке еврейский. Какие-то обязанности у мужчин есть, вокруг этого какие-то построения могут быть, во всеми демагогические совершенно. Это значит, она не живет как еврейка, он, допустим, не живет как еврей, но документ подписан, давай качать из него деньги. Иногда это просто можно совершенно свободно делать, он же сам подписан. А иногда это неправильно делать. Качать деньги на то, чтобы дети воспитывались не по-еврейски, никакой раввинский суд не должен разрешить, так просто, по крайней мере. И так далее. Надо заботиться о душе ребенка тоже, не только о финансах, деньгах и так далее. То есть есть о чем думать, есть что судить, рядить, как говорят. И ответить просто так нельзя. И когда я так строго сказал по поводу демагогии и болтовни, а вокруг текста ктубы, мои слова относятся в одинаковой степени. И к мужу, и к жене, и этот может быть демагог, и она может быть демагог. Демагог это значит, что пустые речи, просто становление в позу и актерство. Это все не способ жизни. Так что это все, что я могу пока сказать. Видите, может быть не так точно, как вам хотелось бы, но... Видимо так я могу ответить. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok